И поздравляю с началом нового нашего рабочего дня. Думаю, что ваши впечатления будут отражены графикой, которую я вам предложила. А также в активном участии в обсуждении той проблемы, той темы, которую я хочу вам предложить. Прежде всего, я вам скажу, что на экране сигнахи, зимние сигнахи, немного чтобы охватить наше такое жаркое лето. Мы еще вернемся к этой теме, к этому городку, и моей информации, и в натуре. Прежде я хочу еще раз подчеркнуть важность той проблемы, важность понимания и разделения принципов, признания принципов городской культуры, без которого невозможно произвести современного общества. гражданского общества. Меня вчера в начале, в самом первом же докладе, уважаемый Юпки, вдохновила его формула, но буржуазии, но демократии. Помогу я, как вы сказали? Я хочу углубить этот лозунг и сказать, «No urban culture, no democracy». Поэтому в значительной степени мое сообщение сегодня же будет посвящено механизму городской политики, городской культуры, конечно, но самое главное – это для меня показать вам место города и городских отношений, грузинской культуры и показать генезис этого состояния, в котором находятся сегодня наши города. Я не думаю, что это очень узкая национальная тема. Считаю, что вы сможете экстраполировать те тезисы, о которых я буду говорить, на вашу реальность, в особенности на азербайджанскую реальность, я так думаю. В меньшей степени, может быть, на реальность азербайджанскую. По крайней мере, я надеюсь, что вы найдете еще кое-что интересное и новое в моем сообщении. Должен вам сказать, что эта тема, тема городской культуры, тема гуманистики вообще – это одна из причин, почему я нахожусь в этой программе и чувствую себя хорошо, комфортно в этой программе. Дело в том, что поколения наших сограждан, у них довольно смутное представление о городской культуре таковой, а причина – как раз я с вами поговорю. Что касается нашего распорядка, то организаторы считают, что предоставлены два часа нам. Я надеюсь, на вашу выдержку. На сообщение мне понадобится, например, час. Я очень извиняюсь, надеюсь, на ваше терпение, конечно. После этого у меня есть предложение как-то подключиться в форме интерактива, но об этом, наверное, мы поговорим позже. Итак, треугольник, политика, город, демократия. Но прежде я вам хочу предложить эпикрамы. Тут под заголовок один из рабочих вариантов моего доклада. Я не знаю, видно или нет, с эпикрамой, но я зачитаю. Это перевод с царо-грузинского, но с царо-грузинского, я его делаю на перевод, он корявый. Но попытка передать дух того текста, который в свое время Сухан-Собор Мельяний вложил в понятие города и предложил это понятие в своем известном, неизвестном своем толковом словаре крузинского языка «симпискона». Итак, «Сомножество и совопитание городом именуется, ибо недостаточен сам по себе человек один, но ради вспомоществования взаимного и выгодных предложения». Это Сухан-Собор Мельяний, повторяю. На мой взгляд, удивительно глубокое социологическое определение города, подобного которого мне не приводилось встречать, причем очень удивительно то, что деятель Сухан-Собор Мельяний, наш общественно-политический деятель, это рубеж 17-18 века веков, тот период, когда грузинская городская культура испытывает полный кроват. Возможно, это время его путешествия по Западной Европе, как вы определили и так далее. И вторая сентябрация, второе излечение «любиса-мамфорда» – это почти наше современие, прошлый век, известный курман-социолог, культуролог, автор наряду с массой других книг, автор известной книги «The Culture of City». «With language itself, it in a city, remains the greatest work of art». Понятное, по-моему, все, наряду с языком город остается величайшим произведением человечества и так сказать, что это переводчик. В последнее десятилетие Грузия позиционируется перед мирным сообществом в качестве страны, лишившейся на революционные социально-политические эксперименты. Часть поставленных радиотальных задач и реформаторских задач уже достигнута. Страна выбралась из капиллярной коррупции, близок предел дерегуляции экономических отношений к Мексике, наглядно снижена преступность, сметены бюрократические преграды, успешно внедряются современные информационные технологии, развивается инженерно-техническая инфраструктура. Все это свидетельствует о том, что Грузия как государство в той или иной мере состоялось. Гораздо сложнее оказалась декларированная задача демократизации грузинского общества. Если не окончательное решение, то, по крайней мере, внятных, убедительных и необратимых действий ждут проблемы прав человека, по первую очередь, самостоятельной судебной системы, неотажированные масс-медиа, реального самоуправления, аграрного сектора, разумного природопользования, массовыми изработицей экономического стагнации и, конечно, качество городской среды, качество жизни города. Все это вместе взятое укладывается в фундаментальную парадигму устойчивого развития и, наряду с целенаправленными усилиями властных структур, требует не только соответствующего осознанного и солидарного социального заказа со стороны всего общества, но и активного участия этого общества в процессе формирования современного гражданского общества. Опережая сюжетную линию настоящего сообщения, подходит свое утверждение, что формирование подобного социального заказа немыслимо, без критической массы трезво мыслящих, рационально действующих, социально активных личностей. Применим к нашему случаю известный тезис. В Грузии актуален не дефицит демократии, а дефицит демократов. В этом плане не секрет, что решающим является культивирование и освоение городской урбанистической культуры, не только статистическое увеличение проживающих в городах людей, так называемого населения, но и со множеством живущих по городскому личности носителей городской культуры. В этом плане существенно, что урбанистика в Грузии не стала до сих пор ни частью новой государственной идеологии, ни инструментом конкретной городской политики. Проблема со всей остротой в очередной раз проявилась сегодня во время выборов местного самоуправления. В обществе, тем более в правящих трудах, нет понимания того, что построение правового, демократического, европейского кавычка государства немысленно, без опоры на городскую культуру. Без селенаправленного управления процессом урбанизации, понимаемого прежде всего не в количественном, статистическом, но в качественном смысле, без формирования новых поколений горожан, противовес до сих пор доминирующим социально-психологическому типу, об этом Юмко тоже говорил, homo soveticus, то есть потребителей, изделенцев потребителей. Недостаточное общественное внимание в социокультурные составляющие процессы урбанизации и неприятия городской системы ценностей, дезориентирует от российских мигрантов новых горожан, так называемых, маргинализирует их. Как самокритично заявил современный грузинский поэт, я объявил своим переездом в столице, тоже я комментирую, маленький городок, но так и не смог длиться большой город. По-грузински это звучит более поэтически, может быть. Подобное признание подталкивает к обобщающему историку культурному анализу, что в столе Грузии представляется важным для формирования городского самосознания и пониженных итогов для строительства гражданского общества и улучшения качества жизни города. Этому посвящено настоящее сообщение, обилие цитат не только оправдливает мах по своему выступлению, но и бесстрастно аргументирует авторское видение проблемы, вряд ли совпадающие с мировоззрением традиционалистской части русского общества. В сегодняшней Тбилиси до 1936 года Тифлис и столица Саталкарской Федерации, кстати, амбициозный город, претендующий на ведущую роль в Южно-Талкарском регионе. Для Грузии все крайне централизованные общественно-культурной жизнью и моноцентрической системой расселения сегодняшней Тбилиси общепризнаны эталом культуры в широком смысле этого понятия, в частности культуры общенациональной. Однако так было не всегда. Взаимоотношение общенациональной грузинской культуры с субкультурой или культурой, если угодно, собственно городской, схожей с переменчивой сюжетной линией классического любовного романа. Страстное обличение в этом случае перемежается с полным равнодушием, а длительная разлуга сборного соединения. Все это в первую очередь относится к Тбилису, к Тбилиси, чуть ли не единственному в течение многих периодов средоточию городской культуры Грузии. Известно, что вообще эпоха расцвета общественной жизни тесно связана с подъемом город-городов, урбанистической культуры, и Грузия в этом случае не исключение. Удары, извне, направленные на уничтожение грузинской государственности, национальной культуры, прежде всего наносились на городские центры, так как овладение ими по существу означало не только экономическое покорение, но и политическое господство. И удивительно, что в этих условиях особенностью городской культуры в Грузии становится дискретность отсутствия сквозной преемственности устойчивых муниципальных традиций. Урбанистические взрывы, как обычно, в грузинской истории чередуются с периодами упадка городской жизни, во время которых национальная культура, рассыпаясь подобным капитаном втути, находила убежище вне стен отчужденных городов в лоне сельской культуры. В этих условиях орографическое своеобразие Грузии, особенно ее горных регионов, сформировали около двух десятков историко-культурных провинций. В одной из таких провинций мы находимся, в Ахетии. С одной стороны, обрели решение богатое многообразие форм духовной и материальной культуры, но с другой, препятствующие общественно-политической интеграции грузинского общества. Заметим в скотках, что такое положение в той или иной степени сказывается и в наши дни. Наиболее устойчивым цветом социальной организации грузинского общества представляла семейная община, а доминирующая формы расселения село. Отсюда и утверждение грузинской георгианской культуры в качестве земледельческого внегородского явления. Отсюда и репрезентирующий грузинскую культуру в целом, достигший драсти до философских высот и воправший всю народную мудрость, собирательный тип грузинского христианина от кафетинца винограда до свана охотника. В то же время семейная община и более широкого смысла сельская культура по определению не способна достичь уровня общенационального, общегосударственного самосознания, и это законоперенность общечеловеческого масштаба. Диктат неписанных традиций обычного права, минимальная пространственная и социальная мобильность, прямая, кроме родственных отношений, жесткие формы неформального социального контроля, герантократия под формой управления и соответствующая всему этому системе ценностей, консервировала формы культуры, ограничивала творческую энергию индивида, растворяла ее в общественной жизни. Но, чтобы историческое прошлое имело не решающее значение, та же община обеспечивала своего члена определенной безопасностью, психологическим равновесием и относительным благополучием. В этих условиях дороская жизнь в Грузии становилась уделом гонимных. Кстати, можно привести очень интересный пример социально-психологического портрета крестьянина вообще, не только грузинского крестьянина, я думаю, что, естественно, поможет иллюстрация. Вот что пишет об этом один из искусствоведов, запопыт, об универсальности этого постулата, имеется в виду обобщенный тип крестьянина, свидетельствует европейское прошлое сельской жизни, несравненно запечатленное в творчестве классика шандровой живописи Питера Питера Старшего, неслучайно именуя его мужицким. Далее цитата искусствоведа. Крестьянин – настоящая жанровая фигура. Он так и не смог стать индивидуальностью, искусствой и вообще в истории культуры, ни как творец, ни как предмет творчества. Где бы он ни оказался, он всегда выступает как тип. Крестьянина невозможно отделить от его занятий, труда, более технического отмышления, выделит его из среды. Поэтому, естественно, что на пожалуй никогда не превзойденные высоты, высоты шандровой живописи, художники поднялись именно в изображении крестьян. В мире, конечно, Питера Брейкина в первую очередь. В этих условиях дорожская жизнь в Грузии становится уделом дальних переселенцев и, что важно для понимания генезиса дорожской культуры, в наших условиях призванных. Наиболее давний, впечатляющий пример тому, первая волна исхода еврейского народа, достигшая столицы восточной Грузии и вере из города Цена, 26 веков тому назад, и принесшая с собой сугубо городские виды деятельности. Скорее всего, это была некоторая социально-профессиональная попытка создания моделей многообразного городского сообщества, противопоставленного единородности, однородности сельской общины. Далее цитата, также из Чеченнадца, исследователя, ну, по крайней мере, пытавшего исследовать этот вопрос примерно один век назад, с Кришни, вот и цитата такова. Видимо, переселялись тогда, переселялись так, что среди них, евреи имеется в виду, были лица всех занятий. Они смогли основать в Грузии такие колонии, где все необходимые стороны их жизни были в руках их соотечественников, то есть моделей социальной организации городского сообщества. С тех пор грузинские евреи пользуются царские привилегиями царскими, их отдают под покровительство влиятельной церкви и монастырей, и евреям-кубцам представляют охранников на торговых путях, за их ограбление оказывают особенность строка. Такими мерами правители Грузии пытаются стимулировать те виды деятельности, которые мы сегодня называем городскими, ремесло, торговля, госторщичество. С этой же целью в Средневековье в Грузии приглашаются армяне не путать с волнами беженцев из Османской империи, также армян, взятых под покровительство Российской империи позже, в 19-м, начале 20-го века, может быть, даже и раньше при Екатерине. Естественно, они селились в городах Тифлиси, Гори, Телави-Сигнахи, тот город, который мы увидели, который изображен сигнал. Так или иначе, городская жизнь и, соответственно, города в определенные периоды грузинской истории не вписывались в рамки национальной культуры, что сказывалось над неоднозначным и зачастую противоречивым взаимоотношениям городов и царской власти. В этом смысле стоит вспомнить отношения величайшего грузийского царя Давида-строителя к Тифлису, его населению. Если после освобождения в 1922 году, напомню, что до этого периода, в течение нескольких десятилетий, Тифлис был самоуправляемым городом, который управлялся 40, ну, скажем так, гражданами города в Тифлиси-Пермии. Значит, 400 лет находившегося в руках иноценцев, Давид жестоко расправился с городским населением, позволил своим воинам грабить город через три дня. То впоследствии население Тифлисов, особенности мусульмане, пользовались царской милостью, невиданной по словам городского историка, цитата, даже в самом Багдане. Союз царской власти и городов, заложенный Давидом строительным, был направлен против феодальной раздробленности Грузии. С воцарением царицы Тома, 1184 год, положение изменилось в пользу крупных феодалов, города отдаются не на откуда. В этот период отмечается пренебрежительно высокомерное отношение к сугубо городским видам деятельности, в частности, торговли, оказавшиеся на ленте живучим и просуществовавшие в грузинском обществе до недавнего времени. Я здесь подчеркиваю в зол. Вершина грузинской средневековой культуры, поэма Шута Руставили Витя в Тигровой Шкуле, содержит неодобрительное, как и скептическое отношение к торговле и купеческому сословию. Цитата из Витя в Тигровой Шкуле. «У купцов большим все делом, получать торговлю прибыль. Продают и покупают. Тут и выгода, там уголь. Здесь за месяц богатеют, хоть как и бы бедный ли был, в год товар приобретает, кто с пустой суммой прибыль». В этом плане исследователей, частно семейские, истории и грузинские, обращаю внимание на то, что у купцов, цитата, по мнению Руставили, отсутствуют те благородные черты, которые присущи при отдании анестократии, а не цитаты. Кстати, сопоставление рыцарской этики и буржуазной этики приводится в великолепной книге Марии Асовской, переводная книга с польского языка, называется «Рыцарь и буржуа. Исследование по истории и морали». В этом плане исследователи, обращаю внимание на то, что у купцов, по мнению Руставили, отсутствует, да, мы об этом говорили уже, интересно, что потомственные семьи грузинских торговых домов, навеку с армянским купечеством, занимавшиеся торговлей с Индией, принадлежали католической церкви, в то время много сделавшей для смягчения общественных нравов и культурного развития грузинского общества, однако за слуги которой церкви принято замалчивает в нашем обществе. Так или иначе, грузинская история полна противоречивых, диаметрамия противоположных примеров отношения царской власти к городам и городской деятельности. Приведем лишь два полярных примера. Европейский миссар Марку Антонио Абаньо в письме королю испанник Филиппу I, описывая действия царя Восточной Грузии Симона, это самый конец XVI века, против турок отмечает, что освободив большую часть своих владений, царь врагу оставил только город и крепость Тифлиса, с тех, чтобы иметь возможность раз или два в год овладеть богатой добычей из тех ценностей, которые турки посылали Тифлис на содержание этого города и кремльских конец цена. То есть не использование города как в качестве механизма общественного и экономического развития, но потребительское отношение явно прослеживается в такой политике. Диаметрально противоположный пример датируется второй половиной 18-го лета, когда последний действенный царь Восточной Грузии, Иранк II, приглашает к последнюю сотню армянских семей, чтобы оживить чисто городские виды деятельности, повторю, торговлю, ремесло, распрощительство, промышленности. В это время действуют законы, на три года освобождавшие переселявшихся в Грузию грузинские города иностранцев от государства подойти. Чарта, в частности, возник городок Сигнахи. Несмотря на то, что население этого прочечного царского города никогда не превышало 3,5-4 тысяч, вы увидите причину, почему такого малочисленного населения было по географическим прежде всего параметром, Сигнахи сегодня вызывает восхищение той неуловимой субстанцией, которую нормалисты называют духом города. Недаром он стал источником вдохновения для многих художников, в том числе для прошедшей парижскую школу жизни Елены Афрельянки. Ее картину вы видите, изображение Сигнахи с высокой точки на экране здесь. Касаясь социальной жизни в городе Восточной Грузии в постефернальную эпоху, потому что города западные грузы в это время абсолютно деградировали до статуса сел, и можно сказать, что целые регионы, в частности Самегрелу, если использовать такой термин, как безгородные, безгородские, можно сказать, регионы Самегрелу, к этому времени они потеряли западный груз какой-либо роли, значения. Следует сказать, что модель организации восточно-грузинских городов следует общевосточной, в первую очередь, иранской урбанистической модели. Грузинская культура как бы рассваивается. Ведущим элементом становится сельская субкультура, ставшая носителем общенационных ценностей. Эти две импостасии культуры практически... Субтитры создавал DimaTorzok